2021 года, презентация Skyway, последние новости. Ну и начнем. Зовут меня Алексей Новомович, по образованию я инженер-программист. С 2005 года работал по специальности, занимался стартапами, разработкой интернет-проектов. И в 2014 году узнал про технологию Skyway, которая меня целиком полностью поглотила. И с 2014 года я активно и слежу, и как инвестор, как партнер за компанией, и активно ее развиваю, рассказывая другим людям об этой возможности. Ну и начнем с того, что в современном транспорте есть огромное количество проблем. Ни для кого не секрет, на самом деле, что это и пробки, что это аварийность на дорогах, что это, ну вот, как здесь очень хорошо показано, особенно в Индии, где едут не только внутри салона, но еще и на крыше. Вот это такая особая страна. Ну и, в общем-то, пробки – это одна из таких проблем, которые в настоящее время есть в любом большом городе. Ну, пожалуй, если что касается пробок, то, в принципе, это понятно любому человеку. То, что касается, допустим, контейнерных перевозок, грузоперевозок, это уже знакомы больше специалисты. Вот, поэтому тут тоже вот такая хорошая картинка, где видим порт, в котором огромное количество контейнеров. Вот представьте, что все эти контейнеры нужно развести, развести по нужному адресату, доставить. Вот, и тоже процесс этот очень долгий-долгий-долгий. И, ну, я лично сам знаю на своем примере, когда заказывал себе авто из Америки, вот, мне приходилось ждать, наверное, больше, чем два месяца. То есть это такая длинная-длинная цепочка логистики, там по океану прям смотришь по коду, как она плывет. И все это, ну, прям очень долго, и хочется все это сделать быстрее. То есть на сегодняшний день информацию в интернете мы можем найти там за минуты, деньги отправить за данную покупку тоже за минуты. Вот, и потом долгие часы ожидания, когда же дойдет данный товар к тебе домой. Поэтому проблема не только в городе, но и вот в транспортах, в грузовых перевозках и так далее. Вот еще одна проблема, да, поднялась недавно. Недавно вот в Суэцком канале образовался затор, который понес для всей мировой экономики огромные колоссальные потери. Там исчислялись миллиардами долларов. Вот, ну, все элементарно вот в проливе развернуло ветром танкер, и вся логистика встала. Поэтому, ну, это тоже такой новый, новый аспект, который, с которым давно столкнулись, и который дал понять, что необходимо иметь какие-то альтернативные пути, транспортные пути, шелковый-то путь или еще какой-то, ну, что-то должно быть альтернативные варианты. Помимо тех вышепричисленных проблем, также есть проблемы, естественно, с природой. То есть кто-то борется со снегом, допустим, Канада, Россия, там, в нашей стране и так далее. Кто-то борется с песком. Такая страна, как Эмираты, Египет, Африка. То есть, ну, в принципе, это вот та проблема где-то с паводками. У нас на Припяти, ну, не раз бывало такое, что смывало паводком мосты. Вот, поэтому тоже такая проблема именно в Южной Америке. Тоже недавно у нас была новость, партнеры писали, что там где-то смыло мост, и необходима была технология, которая бы переправляла людей на другой берег. Ну, вот, тоже такой аспект есть. Ну, и, естественно, это выхлопы автомобильные в атмосферу. Естественно, это разливы нефтепродуктов. Ну, и, в общем, это такая целая даже экологическая катастрофа. Вот, когда вот мы видим такой вот паровоз, который коптит в небо, вот, что даже не видно, что сегодня солнышко, да, или тучи. То есть, настолько тут черный, черная копоть, что там все закрыто. Вот, еще одна проблема, еще один аспект – это дороговизна в строительстве транспортных путей. То есть, вот, возьмем, допустим, построить обычную дорогу, казалось бы. Вот, а ведь этот процесс тоже такой многоплановый. То есть, необходимо сначала вырубить лес, необходимо выкопать, необходимо брать сплодородный слой почвы, потом сделать определенную подушку, щебень, песок, асфальт. Там много такой огромный-огромный пирог. И это, ну, очень долго все это происходит. Ну, мы, белорусы, знаем, мы видели, как строится дорога в Гродно, она там строилась несколько лет. Там видели дорогу на Микошевич, которая тоже много лет строилась. И, ну, да, дорога хорошая в итоге получилась, но это очень-очень долго, очень-очень дорого. Вот, и, естественно, ну, это, ну, на дворе 21 века нужно что-то с этим делать. Точно так же это, мы видим, в скалах где-то поезд, чтобы прорубить дорогу. Это колоссальный затрат для строительства таких дорог. То же самое касается и, вот, видите, мы здесь гористая местность, либо переправа через реку. То есть, огромные массивные колонны. Здесь, опять же, все, вопрос упирается в стоимость. Вот, вопрос упирается в скорость строительства. Вот, и так далее. Были, да, попытки вот такие вот сделать транспорт надземным. В частности, это поезд в Германии. Вот, он, кстати, функционирует до сих пор. Но здесь тоже есть у него недостаток, но небольшая скорость. Вот, ну, и такая вот довольно, ну, конструкция, ну, массивная, мягко сказать, да. То есть, она массивная конструкция, которая, ну, вот, опоры здесь часто и так далее. То есть, ну, тоже у него есть свои минусы. То же самое касается про канатные дороги. Да, канатные дороги выполняют свою функцию в горах. Вот, но тоже у них скорости довольно, ну, небольшие. То есть, это до 20 км в час. Ну, и плюс, естественно, это ограничение по расстоянию. То есть, невозможно сделать бесконечно длинный трос, который бы тягал бы пассажиров, там, от, из одной точки в другую. То есть, ну, допустим, вот, там, 2-3-5 км в Швейцарии где-то там или еще где-то там в Крыму, например, там, эта знаменитая дорога. Где, там, ну, 2-3-5 км, в общем-то, и с одной стороны такая катушка, с другой стороны катушка, и она перемещает весь трос. Вот, то есть, это медленно и не очень эффективно. Вот, поэтому проблем в транспорте хватает, и необходимо все-таки уже, ну, как бы на дворе 21 век, необходимо искать решения, которые, ну, решили бы все вышепричисленные проблемы, и такое решение есть. Вот, и об этом решении мы сегодня, в принципе, с вами и поговорим. Вот, это называется струнные транспортные системы Skyway. Это такие вот элегантные ажурные транспортные системы, вот, у нас есть канатоходец, то есть, который идет по канату, ну, примерно по такому же принципу и построена система транспортная Skyway. Внутри, ну, она называется струнная, вот, ну, струна, это не полностью путевая структура, а струна, она находится внутри, то есть, сам рельс, он такой прямоугольный, и внутри находятся струны, которые обеспечивают этому рельсу бесконечную, ну, как бесконечную, довольно, там, до 5 километров дальше путевую структуру и с определенной как жесткостью, так и в то же время определенной гибкостью. И вот, если мы посмотрим картиночку вот эту, то мы видим, что расстояние вот этот пролет, он огромный, 400 метров, это вот в Беларуси, в Марьиной горке, пролет 400 метров, но мы видим, какая тоненькая ниточка на фоне неба, по которой перемещается транспортное средство довольно быстро, вот, и не заслоняет, как вот мы видели там, допустим, в немецком решении, это огромная стояла такая каркатица, здесь изящно, красиво, легко, то есть, это то решение, которое может применяться как в городе, так и за городом, то есть, это, в принципе, у него применение универсальное. Вот, ну, и сам струнный принцип, в принципе, принцип преднапряженной струны, он известен довольно давно, то есть, он, в принципе, применяется в ванных мостах для поддержки, вот, поэтому тут с точки зрения физики все довольно просто с одной стороны, но с другой стороны есть ноу-хау, которые не позволяли до этого создать данную, ну, данную такую концепцию. Вот, ну, естественно, перемещение над землей обладает рядом очень сильных преимуществ, то есть, нет необходимости там закапывать озера, нет необходимости где-то срезать, врезаться в горы, то есть, мы просто поднимаемся над всеми этими, так скажем, сложностями, да, мы поднимаемся над сложностями, и сверху по прямой идеально ровной линии мы передвещаемся над поверхностью земли. То есть, это очень такое, казалось бы, простое, но в то же время гениальное решение, вот, которое позволит сделать как строительство дорог намного проще, так и перемещение людей намного быстрее, эффективнее и красивее. Вот, ну, и есть несколько вариантов исполнения данной путевой структуры. Есть путевая структура у нас вот такая вот ровная, полужесткая. Ну, тут скорее место применения это для города, то есть, где-то небольшие такие расстояния по проспектам, то есть, с небольшими остановочками, то есть, до 150 км в час данное решение, оно может работать. Вторая, которая посерединке, это уже идет фирменная жесткая конструкция, где снизу у нас движется пассажирский транспорт городской, а сверху это может быть высокоскоростной, то есть, где-то между Минской и Москвой, например, мы перемещаемся на высокоскоростном, потом пересаживаемся на станции на этаж ниже, и едем уже на городском в ту точку, в которую нам необходимо. Вот, ну, и такой вариант гибкой путевой структуры тоже может применяться как в городе, так, например, и за городом для преодоления каких-то больших препятствий, то есть, там, или реки, или овраги, или еще что-то, то есть, где-то над, допустим, если какая-то низкая застройка, то прямо над низкой застройкой можно так вот провести линию, и можно будет перемещаться. Ну, это уже картиночки уже реальные из Эко-технопарка, которые, в принципе, вот есть в различном исполнении, различные варианты, которые мы уже, в принципе, мы все их видели, многие из вас, кто сегодня присутствует, многие из вас уже даже катались вот на эко-фестивалях, которые проводятся ежегодно. Вот, это тоже реальная картинка, тоже из Эко-технопарка, то есть, в принципе, готовые решения, которые сейчас уже есть, которые работают. Вот, и автором данного решения является Анатолий Дорожевич Юницкий, и это ученый, инженер. Вот, данным проектом он занимается всю свою жизнь. Вот, в принципе, он начал заниматься студенческой скамьей, и даже, наверное, раньше, когда в школе делал модели для запуска, ну, модели ракет для запуска в небо, там, поднимал, там, у него ракета летела на 2 километра вверх с мышкой, вот, потом мышка спускалась на парашюте, то есть, такие вот транспортные решения он сделал еще, начиная со школы скамьи. Вот, ну, и, в принципе, всю жизнь занимался этой тематикой, и знает, как он иногда говорит, что нет тех вопросов, на которые бы я не мог ответить. То есть, есть любые вопросы, которые в транспорте возникают, на все есть ответ. Вот, и автором данного технология является Анатолий Дорожевич Юницкий. Есть огромное количество монографий, посвященных этой теме, струнная транспортная система на Земле и в космосе. Ну, про космос сейчас говорить не будем, вот, но, в частности, на Земле есть огромное количество материалов, которые, ну, вот еще одна книжечка называется «Инженер», где автобиографическая книга с хорошими картинками, с такой жизненным путем, жизненный, где описывается жизненный путь, с автора, его сложности там на этапе внедрения и так далее. Вот, ну, и это вот, кстати, это в офисе в Минске. Вот, видим здесь колесница золотая, тоже одна из наград, которую получил Юницкий на, ну, одна из международных наград, которая была получена. Ну, пару слов про коэффициент аэродинамического сопротивления. То есть, видели, да, что такие у нас подвижный состав, он такой обтекаемый. Вот, и, ну, пару слов скажу, что аэродинамическое сопротивление – это очень важный параметр при движении, особенно на высоких скоростях. Вот, и, ну, допустим, пока у нас скорость там до 100 км в час, ну, может быть, не сильно ощущается, но чем больше и больше скорость, тем эффективнее, тем эффективнее данная система. Я сейчас читаю комментарии Елены Степиной. Сегодня посмотрела презентацию Skyway Владислава Волкова, построенная на книге инженера Юницкого. Инженер, обязательно закажите себе книгу. Пока 30 рублей стоит произвременно, будет стоить миллион долларов. Да, кстати, ну, для белорусов есть интернет-магазин, по-моему, называется Booklovers, насколько я помню, booklovers.by. И там эту книгу можно заказать. Вот, и в этой книге она стоит сейчас 32 рубля. Вот, можно ее заказать. Она такая толстенькая, красивая. Ну, и, в принципе, вот, можно будет посмотреть тоже презентацию Владислава Волкова. Думаю, что такое будет как реклама, да? И потом обязательно закажите, почитайте. Ну, особенно, если это вы, вы инвестор, и вы, ну, и, в принципе, увлекаетесь данной технологией. Вот, ну, и продолжая разговор про транспорт, есть разные решения, есть скоростные решения, есть городские решения, там, на 14 пассажиров, на 6 пассажиров, на 50 км в час, на 100 км в час, даже на 500 км в час. То есть это, в принципе, очень разнообразно. Вот, ну, и по поводу перемещения по путевой структуре. Здесь мы видим, иногда спрашивают, не свалится ли ваш вагончик, не свалится ли ваш вагончик с путевой структуры. Ну, вот, отвечаем, что не свалится. Есть специальная противосходная система, которая сбоку поддерживающаяся, такие вот ролики. Вот, поэтому все в порядке, все есть. Ну, в принципе, такие вопросы, наверное, скорее задавали еще, когда все было на картинках, тогда больше такие вопросы задавали. А сейчас, в принципе, уже вопросы таких не задают, потому что данные решения, они уже существуют, уже ездят в Белоруссии, ездят уже в Эмиратах, но об этом сейчас чуть попозже поговорим. Вот, ну, если резюмирую все, что я выше сказал, то по капитальным затратам, это стоимость строительства, зелененький Skyway у нас находится на самом, это самые минимальные капитальные затраты, то есть, ну, стоимость строительства минимальная. Вот по сравнению с железной дорогой, там, с монорельсом, с автодорогами, то есть, это минимальные затраты на строительстве дорог. По эксплуатационным расходам аналогично, это самые минимальные затраты, то есть, ну, оно и понятно, то есть, если надо асфальтной дороге, необходимо постоянно делать какой-то ремонт, там, латать дырки, там, еще что-то делать, там, чистить от снега, чистить от пыли, там еще чего-то, то здесь она находится сверху, снег на ней не залеживается, пыль сдувается ветром, поэтому все намного дешевле по атмосферным затратам. Расход энергии аналогично, то есть у нас маленькие подвижные составчики, они приводятся в движение из-за чего-то электроэлектрической тяги, поэтому расход энергии тоже минимальный. То есть такие электромобили получаются, электромобили на остальных колесах, которые движутся над землей. По пропускной способности у него показатель в принципе совместим с московским или минским метро, то есть и даже больше, поэтому с пропускной способностью здесь тоже все в порядке. Загрязнение окружающей среды минимальное, хотя бы только потому, что это электротранспорт и с минимальным расходом энергии. Транспортная аварийность тоже минимальная. Почему? То есть достаточно просто поднять, ну вот возьмем, если сравнить авиацию и сравнить автодорожный транспорт, то есть в авиации ежегодно гибнет 800 человек, то есть казалось бы немного, да, а в автомобильных авариях гибнет полтора миллиона человек. Вот. И вот почему такая большая разница? Там полтора миллиона, здесь 800. То есть просто поднять транспортные средства над землей, вот избежать столкновения с другими транспортными средствами, пересечения вот в одной плоскости там людей, животных, других транспортных средств. То есть мы просто подняли над землей, и уже у нас безопасность повышается на несколько порядков. Поэтому транспортная аварийность здесь, естественно, тоже она намного ниже. Так, ну и двинемся дальше. Линейка транспортных средств тоже абсолютно очень-очень разная. То есть от двух местных до там 4 места, 6 местных, 8 местных, 14 местных и там 30 местных подвижных средств. То есть все зависит от заказчика, от целей, то есть от места, где это будет эксплуатируется и так далее. То есть все гибко и все настраивано. Аналогично здесь, что касается грузового сектора, то есть есть решение, когда пассажирского, так вот для перевозки контейнеров, для перевозки сыпучих грузов, для перевозки там вот конвейерная лента и так далее. Естественно, есть огромное количество публикаций за последние, ну в принципе за все эти годы, огромное количество наград, всевозможных сертификатов ISO. всевозможных, то есть патентов как евразийских, так и там японских, китайских. То есть в принципе патентов очень много на разные узлы, на разные компоненты. Вот видите сами эти дипломы, награды и так далее. Вот в Минске сейчас на сегодняшний момент есть несколько офисных зданий в собственности. Вот на картиночке мы видим одно из этих зданий. Работает на сегодняшний момент больше 600 человек, тоже обратите внимание, 600 человек работает в Минске на производстве. Есть естественно как конструкторы, так и дизайнеры, так и юристы, есть сборщики, компоновщики. Ну то есть в принципе весь необходимый персонал, который занимается разработкой данного транспорта. Ну и это тоже второе здание, которое в принципе сейчас является основным. Вот на железнодорожной 33. Вот зимой мы там были, в декабре фотографировались. Ну и так для истории фотографии тоже сюда поставили. То есть есть офисные здания, есть производственные помещения, вот в частности это в Шабанах, производственный цех, где производятся уже мелкосерийные партии. Ну и есть естественно место, то есть площадка, на которой все это тестируется. То есть где разрабатывается, где собирается, где потом тестируется. Это вот есть такой полигон в Мариной Горке. Марина Горка находится в 40 минутах езды от Минска. И здесь есть 5 уже готовых трасс, на которых уже действующие. И 2 еще достраиваются для грузового транспорта. Ну и здесь вот сейчас есть хорошая картинка. Фотограф очень хорошо подловил. Вот здесь изнутри, прямо из экотехнопарка, внутри экотехнопарка видно, как в принципе все виды транспорта, которые у нас уже, вся линейка. И она причем в движении. Ну это такой тоже кадр интересный, ее подловить было нелегко. Все, это реальная картинка, а не фотошоп. А это уже идет Шарджа. Когда был построен полигон в Беларуси, в Мариной Горке, проектом очень заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот что интересно. Ну и сказали, что раз вот у вас все так красиво ездит, можете ли построить вы такой же у нас. У вас тут такой мягкий европейский климат. Ну у вас понятно все это работает. А сможете ли вы сделать для наших условий? То есть условия, где жара, там температура до 60 градусов доходит. Плюс у них песок, плюс у них очень соленый воздух. И даже кто-то шутил, там достаточно кинуть гвоздь на пару часов на землю, как он тут же покрывает ржавчиной. Ну и мол, покажите, как это будет работать у нас. Ну и в принципе, Антон даже сказал, без проблем сделаем. И в 2019 году как раз таки началось строительство. Вот это вот на картиночке мы видели до этого. Вот на этом слайде мы видим макет, то есть то, как было запланировано. И вот на этой картиночке мы уже видим реально то, что на сегодняшний день уже сделано. То есть мы видим здесь уже и действующие станции, мы видим здесь гостевой дом, мы видим здесь уже транспортное средство, которое перемещается. Ну и в частности, уже было протестировано два вида подвижного состава. Это легкий юникар на 6 человек и вот такой контейнер. Пока еще не полноценный большой, но уже 20-футовый контейнер уже протестировали. То есть все ездит, все очень хорошо работает. Ну и по перспективам пару слов. То есть вот так вот может выглядеть в городе станция пересадочная. То есть она такая развязка, дороги могут быть многоуровневые. То есть на нижнем уровне люди, там какие-то машины. Выше второй уровень, там может быть скоростной транспорт. Еще выше, там могут быть пересадка на городской. То есть вот таким образом могут в городе эти решения применяться. Помимо этого, что касается за городом, вот эти башенки, которые мы видим, башенки, они это в принципе такой, это пересадочная станция, вот, которая может быть, может быть как, ну, иметь функцию в том числе как бизнес-центр. То есть мы обычно привыкли, что мы спускаемся со здания вниз, вот, и идем на транспорт. Вот здесь же будет немножко наоборот. То есть мы будем заходить в здание, подниматься наверх, и потом уже в этом здании садиться на транспорт и перемещаться, ну, вот, между станциями, либо на другие расстояния. Вот, ну, это уже такой концепция линейного города. Вот, и, кстати говоря, Организация Объединенных Наций дважды давала юнитскому грант, вот, вот, наверное, развитие данной тематики. Вот, поэтому, ну, это тоже такая отдельная лекция. Вот есть в интернете, на ютубе посмотрите ролики по поводу линейных городов, как все это будет организовано. Вот, ну, проще говоря, ну, если так вот упростить, то возьмем станцию, какую-нибудь линию метро, как у нас, допустим, Каменная Горка. То есть, как только построились эти третьи станции, вокруг этих трех станций образовался тот же город. Вот, поэтому здесь точно так же. То есть, строя дорогу, допустим, между Минском и Москвой, можно получить в итоге линейный город, который будет называться Москва-Минск, к примеру. То есть, или там Минск-Петербург построили дорогу, и вот за счет того, что вот эти станции между каждые три километра может быть город единый, там, Минск-Питер. То есть, ну, такая вот концепция, вот, где люди, уже не будет необходимости собираться в каком-то едином центре, они могут жить на большом расстоянии, но при этом на скорости до 500 километров в час очень быстро перемещаться между городами. То есть, и это такая, ну, новая, очень интересная концепция. Вот. И, ну, естественно, перспективы строительства таких дорог, это может быть бесконечная. Очень-очень много таких дорог можно строить. Ну, в частности, возьмем карту России. Транспортная сеть, Транснет. Вот есть, кстати говоря, интернет, это сеть передачи данных. А у нас в нашем проекте появляется новое понятие Транснет, то есть сеть передачи людей и грузов, то есть транспортная сеть. Вот. Ну, и такая сеть, она может быть единая. Вот. И где-то, находясь в каком-то точке, мы, допустим, сели в транспортное средство, нажали на кнопочку в этом смартфоне, хочу добраться во Владивосток, например, и транспортное средство само по себе, вот по этой сети, оно перемещается и находит, ну, и привозит нас в нужную точку. То есть это тоже очень интересная такая, причем быстро, без пересадок, в своей логистике. То есть это, ну, как любил у нас говорить наши, там вот сейчас, Сибирьков Сергей Анатольевич, вплоть до того, чтобы в тапочках сел и перемещаешься в любую точку мира в своем транспортном средстве. Ну, и расстояние, естественно, тут, в принципе, в мире до 50 миллионов километров. Это, ну, можно, может быть. Что даст миру технология Skyway? Ну, еще раз так, если обобщить, то это, ну, естественно, это комфортное перемещение и быстрое перемещение. Естественно, это, ну, родные ближе становятся, то есть путешествовать можно намного проще. Ну, правда, сейчас вот во времена карантина об этом можно только мечтать, да, то есть мало того, что у нас раньше, ну, были просто границы, и мы приходилось делать какие-то визы, то сейчас уже даже и с этим еще хуже стало, сейчас уже необходимо делать прививки там или тесты, то есть как бы границы еще ужесточились, вот, но все-таки на дворе 21 век, и я, ну, верю там или считаю, что это все временно, вот, и границы в итоге между государствами будут стираться, вот, и будет, ну, с каждым, не знаю, годом или, там, десятилетием сознание людей, оно все-таки растет, вот, и мы выйдем на тот момент, когда мы будем вот так вот перемещаться легко и просто без паспортного контроля, без прививок, без прочих такой чепухи, которая, в принципе, сейчас заставляет нас там посидеть дома или что-то еще такое. Вот, ну, естественно, полная безопасность пути, то, о чем мы говорили выше, естественно, это, ну, вот, линейные города, которые обсуждали, ну, и чистая планета, то есть, все мы знаем, какой загрязняющий эффект имеют современный транспорт, вот, перейдя на этот транспорт, мы будем экономить, там, тонны топлива, будет, не будет сжигаться в таком количестве нефть, не будет сжигаться в таком количестве, то есть, ну, другие ресурсы, то есть, транспортное средство, оно может работать, ну, как на электроэнергии, вплоть до того, что в некоторых странах просто от энергии солнца. Вот, поэтому очень многие люди, которые приходят в данный проект, вот, заинтересовываются, они именно приходят на экологию, то есть, нравится этот экологический аспект, забота о природе, нравится, ну, в том числе и комфорт, этот весь перемещение, ну, то есть, вся перспектива, которая может очень отразиться в нашей жизни в позитивном таком ключе. Ну, и возвращаясь уже в день, сегодняшний, вот, можно сказать, что все строительство, ну, мы уже видели, что есть какие-то уже готовые, уже есть какие-то результаты, которые на сегодняшний момент уже функционируют, которые работают, но есть в то же время еще кое-какие планы, которые необходимо нам довести до, ну, до ума, до совершенства, ну, то есть, согласно бизнес-плана, который был там в 2014 году предоставлен. Вот, мы сейчас находимся на этапе номер 14, то есть, у нас впереди еще 15 этап, этап внедрения, и, в принципе, на 15 этап у нас основные цели это достроить 20 километров высокоскоростной трассы, то есть, вот мы видим на картиночке, это реальное фото в Марьиногорке, но эта трасса, она длиной километр, вот, и чтобы протестировать скорость 500 километров в час, нам необходимо хотя бы 20 километров, вот, то есть, вот на этой трассе уже разгоняли транспортное средство до 100, насколько я помню, до 103 километров в час, вот, но так как эта трасса коротенькая, приходилось, ну, вовремя тормозить, вот, и скорость, ну, не разгонишься, вот, и в эту трассу необходимо либо эту продлить, либо рядышком построить, либо в Эмиратах построить, то есть, более длинную, на 20, там, 30 километров, вот, на которой можно будет протестировать уже решение на 500 километров в час, вот, звучит немножко, может быть, для кого-то это необычно, но, в принципе, 500 километров в час, это реальная скорость, которую можно получить, вот, ну, и достроить трассу для контейнерных перевозок, это еще, ну, то есть, суммарно, это 100-150 миллионов долларов, которые необходимо проинвестировать в технологию, чтобы довести ее вот до такого, до логического завершения, и, так как, вот, вы уже, мы выше говорили про инженерный состав, то есть, есть люди, которые непосредственно занимаются разработкой, дизайнеры, там, архитекторы, бухгалтеры, там, и так далее, то есть, это тот костяк, который требует оплаты, вот, и есть с одной стороны инженеры, есть с другой стороны инвесторы, вот, инвесторами данного проекта является, в принципе, любой человек, то есть, это не обязательно должен быть профессиональный инвестор, это может быть любой человек, которому нравятся данные идеи, который готов поддержать данный проект, ну, в принципе, хоть 10 долларов, хоть 20 долларов, ну, кто-то 1000 долларов, кто-то 10 тысяч долларов, в принципе, у каждого свой кошелек, но всегда люди сначала немножко с опаской на все это смотрят, но потом, когда начинают изучать технологию, разбираться в том, что какие преследуются цели, как все это происходит, что уже сделано, что осталось делать, то люди понимают, что, ну, понимают риски, что риски, естественно, на первом этапе они намного больше, чем на пятнадцатом этапе, вот, ну, и тогда уже аппетит, как говорится, приходит во время еды, во время еды, и уже идут, ну, речь о совершенно, там, ну, не 10 долларов, а намного больше. Вот, есть пакеты в рассрочку, есть пакеты разовые, есть пакеты на разное количество месяцев, есть, то есть, ну, в принципе, здесь все эта информация есть, она в личном кабинете, поэтому тот человек, который рассказал вам про эту технологию, просто заходите вместе с ним, вот, или по его ссылке, и изучаете, смотрите, выбираете тот пакет, который вам интересует, и поддерживаете технологию рублем. Почему выгодно, еще раз посмотрим, почему выгодно поддерживать технологию, ну, во-первых, это потенциально выгодное вложение финансов, потому что мы имеем реальную технологию, которая реально может изменить качество жизни для человека, и, ну, естественно, любая технология, которая несет какой-то позитивный сдвиг, который что-то меняет и решает какую-то проблему, она, естественно, ну, это как следствие, как закон, всегда получает какое-то денежное вознаграждение, то есть, чем большую проблему мы решаем, тем больше вознаграждения приходит в данную компанию. Вот, ну, а так как решаются здесь задачи, как вы видели, очень глобальные, то и выгода от этих вложений может быть очень большой. Вот, ну, естественно, это все зависит от множества факторов, то есть скорости строительства дорог, реальных уже внедрения, ну, и так далее. Пожизненные дивиденды, естественно, каждый, кто поддержал технологию, он получает сертификат определенный, определенное количество долей, в зависимости от его пакета, и дальше вносится в реестр, и согласно данному реестру, он в дальнейшем будет получать дивиденды от компании. И, ну, то есть такая история, она долгоиграющая, то есть, ну, может, как это клиенты на всю жизнь, то есть купил, и это как пенсия, то есть кто-то, допустим, да, вот работает на предприятии, и каждый месяц там у него идет отчисление в фонд, пенсионный фонд. Вот, мы получим эту пенсию, не получим, непонятно, там, или после смерти пенсия, это не передается по наследству. Здесь же мы попадаем в реестр, это уже наша, получается, как квартира, не знаю, как машина, которая даже после смерти, она передается по наследству детям и внукам, поэтому тоже такой интересный момент. Ну, естественно, совладение мировой корпорацией, как я уже сказал, институтальная собственность, юридическая защита, пожизненные дивиденды, наследие детям, внукам, вот, и другие такие моменты, они, естественно, ну, очень интересные, вот, для инвестора. Ну, в принципе, вот такая часть обзорная, она освещена, вот, ну, еще пару слов скажу по новостям. Тоже вот эта информация, она есть в кабинетах, то есть каждый человек, который заходит в личный кабинет, там, он имеет, в принципе, всю необходимую, там, документацию, то есть можно найти, можно найти все любые презентации, можно найти все описания с пакетами, с инвестиционными, можно посмотреть все, все новости, можно посмотреть, там, не знаю, какие-то там телемосты, то есть вся информация, она собрана, как в специальном кабинете инвестора, где можно все проследить, изучить и так далее. Ну, и вот, пару последних новостей. У нас есть, кстати, вебинары по средам от Алексея Суходоева, на котором он всегда рассказывает, такие тезисные, интересные моменты, ну, вот, и на перспективу, и ретроспектива, то есть такой небольшой анализ, как это все встраивается в глобальную экономику. Вот, плюс Владимир Маслов, который проводит по четвергам встречи, вот, у него больше такой юридический наклон. Это тоже наш такой, ну, он лидер, который перемещается, тоже вот, недавно был в Вьетнаме, то есть активно продвигает технологию не только в плане приучения инвестиций, но и в плане строительства адресных проектов. Ну, и вот, допустим, одна из новостей, здесь почитайте про Вьетнам, то есть как у него прошла поездка во Вьетнам. Ну, и останавливаясь на двух еще новостях, да, у тебя, ну, из последних, то, что про нас продолжают писать, то есть международные СМИ пишут о достижении Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах, ну, и вот, в частности, с 7 по 8 июня англоязычные издания Gulf News и Холей Таймс и Таймаут выпустили публикацию в достижениях UST в Шарже. UST – это Unitsky Stream Technologies. Вот, и журналисты отмечают, что сейчас в Шарже действует тестовая линия длиной 400 метров, по которой уже перемещается пассажирский транспорт со скоростью в 50 км в час. Вот, также идет строительство еще двух трасс на 2,4 км, 2.4. Вот, и по словам представителя центра UST в Шарже, первая из них будет готова к октябрю, к экспо, то есть это в этом году, и вторая будет к маю 2022 года. Вот, ну, и вторая новость, связанная с этим, также, это то, что компания Unitsky Stream Technologies, она подтвердила свое участие в выставке в экспо 2020 в Дубае, то есть, она должна была быть выставка в прошлом году, но из-за коронавируса и прочих дел она была у нас перенесена, вот, ну, перенесена она на год позже, и, в принципе, начинается она с октября, длится она, ну, довольно длинная выставка, то есть, это не такая, как, допустим, были в Берлине, там, двух-трехдневная, эта выставка большая, вот, с октября по март, с октября этого года по март, вот, и наша компания будет принимать участие в этой выставке, и к этому времени, собственно, она и планирует построить, достроить вторую трассу, чтобы любое заинтересованное лицо, которое будет на выставке, оно могло поехать прямо туда, посмотреть технологию, как это может помочь, ну, для реализации в его регионе, то есть, это такое, как бы, как пиар, можно сказать, мероприятие, на котором будет освещаться наша технология и по всему миру транслироваться, вот, ну, и еще, наверное, у нас, да, один момент, то, что мы переходим на новый подэтап, вот, 21 июня, буквально осталось пять дней, и обратите внимание, пять дней до перехода на следующий подэтап, вот, мы переходим на подэтап 14.2, и, естественно, это, ну, не естественно, а каждый подэтап у нас сопровождается увеличением стоимости доли, то есть, если мы входим, то есть, ну, примерно на 5 или 10 процентов от текущих цен, поэтому, если вы хотите кому-то предложить по более выгодному, по более выгодным ценам, то это лучше сделать до 21 июня, то есть, это будет более хорошие условия, потом будет дороже, вот, поэтому тоже это обратите внимание, ну, и, в принципе, по новостям, я думаю, у нас на сегодня все, вот, сейчас, пишите ваши вопросы, подумайте, если есть какие-то вопросы, Лена Степина пишет, что мы хотим покупать билеты на Экофест 2021, да, по Экофесту сейчас решается, был вот у нас на неделю назад опросник, вот, тоже компания проводила, проводила опрос, сколько гостей готовы приехать, ну, я не знаю, в чате мы тоже выкладывали у нас, было голосование, вот, кто готов, из каких стран готов, ну, у нас сейчас в Беларуси есть некоторые вопросы с перемещением, вот, авиасообщением, но, в принципе, вопрос решаемый, то есть там через Стамбул, либо через Грузию, либо через Москву, самолеты к нам летают, вот, летают, и, поэтому, в принципе, добраться можно, вот, ну, и для тех, кто не знает, что такое Кафест, то Кафест такое ежегодное собрание инвесторов, вот, и партнеров, которые поддерживают технологию, то есть все собираются, предыдущие годы, года собирались в Марьиногорке, смотрели на результат, то есть, ну, это как вот поехать на стройку, посмотреть, как же там строится ваш дом, вот, ну, примерно такое же мероприятие, только этот прорыв происходит только в торжественной остановке, вот, и, да, люди очень, ну, людям нравится, вот, видеть, как денежки их работают, как строится новая технология, та, которая обеспечит, ну, я уверен в этом, уверен, что она обеспечит, сделает в 21 веке прорыв, определенный прорыв именно в транспортных перевозках, и, ну, таком вот, новый, сделать виток о развитии цивилизации, даже так скажем, вот, пишите ваши вопросы, в принципе, на этом у нас презентация закончена, я сейчас выключу запись, вот, и мы можем уже без записи пообщаться здесь в более закрытом таком режиме, все, ну, всем до новых встреч, те, кто смотрит запись, а для тех, кто не смотрит, и да,